Библиотека Конгресса США пополнилась тремя книгами из Казахстана. Они знакомят читателей с богатым наследием казахской литературы и истории нашей страны. Издания уже получили высокую оценку политической элиты США. По словам американцев, книги стали прекрасным подарком ко дню первого президента Казахстана. Американским читателям подарили три издания. Антологию произведений казахских поэтов и писателей, историю великой степи и сборник стихотворений под названием «Летний вечер, бархатная ночь, золотая степь». О прошлом и настоящем казахской литературе, о ее связях с западным миром американцам рассказал профессор Уалихан Калижан. Мы хотим познакомить американцев с богатым наследием казахского народа, с его историей. В то же время нужно знать и понимать, что волнует наших коллег, американских писателей. Мы проводим исследования и определяем, насколько схожи и различны наши интересы. Мы хотим показать американской аудитории, что в этом контексте казахская литература, казахская культура является очень похожей на американскую культуру, что есть много общего, что мы показываем ценности ранней глобализации, ценности великого шелкового пути, когда люди пытались через общение с друг другом, через торговлю с друг другом, через обмен культур с друг другом построить более гармоничный мир. В сборники вошли произведения около 50 писателей и поэтов Казахстана. Жемчужины казахской литературы теперь займут достойное место на полках библиотеки Конгресса США. Я хочу особо подчеркнуть, что эти книги помогут лучше узнать Казахстан и культуру его народа. Для меня Центральная Азия имеет важное значение, поэтому считаю, что наша библиотека получила бесценный подарок. Считаю, что сегодня Казахстан и США стали еще ближе. К сожалению, такие встречи проходят нечасто, но надеюсь, что мы сможем еще больше укрепить наши связи. Библиотека Конгресса США – крупнейшая в мире. Размеры ее фондов колоссальные. В них насчитывается примерно 120 миллионов книг и журналов, 12 миллионов фотографий, почти 5 миллионов географических карт, множество музыкальных записей и фильмов. К слову, среди них есть и коллекции 40 исторических и документальных картин о Казахстане.